Всем привет, дорогие друзья! И вот снова мы идем по утренним дням Ают-Ае. Наша цель далека, но так желанно. Мы хотим посетить сегодня основные храмы древнего города, древней столицы, государства Сиам. Начнем мы с первого храма, который выйдет порядка километра от нашего отеля. Называется он Ват-Махарат, если я правильно произношу. Пока идем, покажу вам Ают-Аю. Ну, в качестве одного из провинциальных городов Таиланда. Он все равно туристический, потому что большая насыщенность древней культуры здесь. И очень многие, конечно, едут. Известное очень место. Но едут в основном одним днем, то есть приезжают утром и уезжают днем или вечером, быстренько на Твутуке, объезжая храмы. Мы решили здесь сделать остановку на две ночи. И полный день здесь провести. Ой, Илюш, посмотри, какие столовые стульчики. А вот там овечки. Сейчас пройдемся с вами по Ают-Аю. Такая вот у нас есть улица. Обычная. Здесь жилые дома. Ну, между прочим, все равно отличается уже от туристических мест, потому что нет такого, чтобы навтыкнули на каждом метре кафе или отели. Ну, это какой-то съездка, кафе, и ночной рынок даже превращал мои ожидания. Да, ночной рынок прикольный. Ммм, там уже впереди храм, класс, вот храмов здесь, да, конечно, прям полно-полно, везде они. Это храм, который с головой в деревьях, да, я реально его помню. Смотри, здесь вот есть, смотри, шесть этих. А ваше храме есть в этом храме? Ваше храме? Ваше храме? Ваше храме? Ваше храме. Ну ладно, сходим. Ну ты сфотографируешь себе, чтобы вы не понимали, какие он уже оплачен. Спасибо. Как обычно, есть ограничения по одежде, и, соответственно, нельзя забираться на храмы. Так, вот храм, к которому пришли, вот он прямо в центре, а вот схема самого храма. Ммм, какой красивый храм, Алешка, смотри, какой большой, мы, по-моему, не были в этом храме, или я его не помню. Птицы по бокам, да, какие-то птицы? Гарона. Кто это? Гарона. А, это кто? Это волшебная птица, на которой Бог, по-моему, ушила, летала нас, ушила ему, как бы, транспортно-предством. Она такая разумная, и лишнюю, лишнюю, я все время. Субтитры создавал DimaTorzok Буддистский храм Вадра Чабурана является одной из самых популярных достопримечательностей Айтаи. Он был основан в ранний период Айтаи, а именно в 1424 году, королем, имя которого я не смогу произнести и напишу вам ниже. Храм был основан на месте кремации двух его старших братьев, тоже с интересными именами, тоже ниже напишу. Они погибли во время поединка за право престола наследия после их отца, у него имя попроще, Интра Рача. Их прах был заложен в две чети, это такие ступы, в шри-ланкийском стиле. Субтитры создавал DimaTorzok Центральным сооружением на территории Вадра Чабурана является пранк, строение в виде кукурузного початка, характерное для хмерского стиля, внутри которого находятся ценные реликвии. Пранк храма – один из самых крупных во всей Ютайе. Он был отреставрирован силами ЮНЕСКО, и лишь кое-где в нем сохранилась оригинальная лепнина. Во время нашествия берманцев на Ютайю храм, как и многие другие, был разграблен и разрушен. В 1957 году внутри Центрального пранга был обнаружен тайник с золотом весом более 100 кг и множеством статуй Будды. К сожалению, большая часть находок была разворована мародерами, и лишь немногие находки уцелели, их основная часть хранится в музеях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Смотри, какое дерево шикарное. Дерево хорошее. Может, оно ровесим к храмам. Субтитры создавал DimaTorzok 1374 или 70-й год кинг-баром рачатхират 1 ну да самый наверное известных храмов поэтому достаточно много народу посмотрите вон они все пришли в храм Бат-Махат-Хат один из самых популярных буддистских храмов Таиланда он известен благодаря плетенные корнями дерева каменной голове Будды история головы Будды окутана тайной по самой распространенной версии фрагмент уничтоженной бирманцами статуя долгое время пролежал в земле потом на территории храма выросло дерево бодхи и своими корнями оно подняло голову Будды на поверхность переводе с тайского языка название храма означает храм великой реликвии в наши дни изображений головы Будды являются символом древней столицы Сиамы в эпоху расцвета средневекового государства буддийский ват Махатхат был самым крупным стране он являлся королевским монастырем и резиденцией главы буддистского сообщества в 1767 году после опустошительного вторжения бирманцев храм не восстанавливали поэтому мы можем видеть руинизированные здания построены из тонкого сжженного кирпича ват Махатхат начали возводить в 1374 году когда ютайой правил король буромарача 1 а завершило строительство в середине 18 века при короле Арамисуане храмовый комплекс отвечал традициям к мерзкого стиля а главная башня пранк традиционно напоминала по форме початок кукурузы территория храма была обнесена высокими стенами и окружена рвом в 1767 году в сиамскую столицу вторглись войска бирманцев они разрушили все храмы и сожгли процветающий город завоеватели разбивали и сбрасывали на землю статуи будды отрубали статуям головы и разрушали другие святыни аютаи в 1911 году пранк ват Махатхат обрушился и возле руин долгое время пытались найти спрятанное сокровище однако сразу это сделать не удалось только в 1956 году проведя масштабные исследования вокруг пранка тайские археологи обнаружили старинные реликвии в наши дни покрытые золотом доски в форме животных шкатулки в форме рыб и другие ценные предметы хранятся в национальном музее ютайи и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok